привет дорогие друзья из города дождей Петрозаводска с вами канал АЛЕКСНЫЙСКИ это видео блог, так скажем, на продукте дома сегодня у меня будет на русском маленько аналогически, потому что сейчас я уже еду домой у нас в Карелии сейчас начинают цветать деревья это замечательно запах просто прекрасный, но уже не раз я это предрекала, и это действительно так мы знаем такое погодное приметы, слово забыла, приметы существуют что если зацветает там сирень или черемуха, то, говорит, это похолодание ну, скорее всего, да, потому что сегодня обещали прям ливень-ливень его не случилось ну, был небольшой дождь ночью не знаю, может я все проспала может он был и сильный, то и узнают ну, говорят, что несколько дней тут прям будет дождь и дожди, скорее всего, да у нас в Карелии очень большое количество среднегодовых осадков, да, у нас как в Питере то есть у нас в Карелии иногда называют страной дождей, да, ну это так условно, то есть у нас естественно республика но у нас очень бывают длительные дожди у нас может я когда переехала, кто смотрит мой видеоблог, вы знаете, что я вообще отсюда переехала из Новосибирска то есть я родилась в Новосибирске там климат совсем другой Новосибирск находится на широте Краснодарского края, поэтому там всегда если зима, то это морозы, морозы если лето, то бывает жарко ну и дожди там обычно вот прольет дождь и как-то все успокоится здесь же в Карелии могут быть прям шквалистый дождь или вот мелкий моросячий дождь прям вот неделями то есть по несколько дней это точно иногда бывает целый месяц прям дождливый то есть у нас не зря же наша республика у нас приравнена к районам севера, да, мы даже получаем небольшую прибавку, называется северная потому что у нас тут клемм такой очень непредсказуемый поэтому, например, в том же Новосибирске или где-то в Москве, я не знаю если вы видите, что небо ясное, все прекрасно то зонтик можно не брать, но здесь здесь такое не пройдет потому что вот сейчас дождика нет переходим дорогу но буквально через час или через полтора может быстро-быстро набегут тучи и прям ливень то есть здесь все может быть поэтому я, например, ну не знаю, может быть я, конечно, товарищ, так как все-таки не местный, да, приехала из другого региона поэтому я в этом плане не совсем погоду понимаю но в основном я лучше всегда с собой зонтик ношу, потому что всякие были ситуации ну а сейчас я иду домой будем читать ну по поводу чтения мы как-нибудь поговорим отдельная история я думаю, что мои коллеги, кто меня знает и наверное у всех складывается такое мнение, что если человек работает в библиотеке а тем более если работал библиографом, то он должен читать очень серьезную литературу знать новинки так вот должна вас разочаровать это не про меня я как это называется визуалист или нет, не знаю, есть ли такое слово то есть я воспринимаю информацию через картинки, что называется поэтому я люблю брать информацию из интернет слушать аудиокниги находить на ютубе там всякие ролики обучающие серьезную литературу я не люблю да простите меня, мои коллеги потому что я всю жизнь работала с серьезной информацией сейчас я от этого очень устала поэтому я читаю совсем не серьезную литературу а что я читаю? и если мне не стыдно будет об этом рассказывать когда-нибудь я расскажу может быть кто-то уже и догадался так что я подошла к своему дому наша прогулка на этом закончилась подписывайтесь на мой канал алексникс ставьте лайки, если вам нравится все, что я делаю смотрите ослеживайте что новенького какие ролики у меня на канале появятся а на сегодня это все пока-пока я тебе это смех для тебя это цел как дождь посмотри на и все дождь 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 я тебе дождь это свет я тебе это за я тебе это посмотрите на тебе все жди 4 4 м может